всем привет с вами факультет компьютерных наук и сегодня мы в гостях у выпускника программы науки о данных олега буланова в офисе где он работает magic unicorn привет олег спасибо большое что согласился принять на сможешь немного рассказать о себе да я выпускник бакалавриата и магистратура фкн бакалавриат по мои магистратуру тома сс сейчас я работаю в компании magic unicorn я руководитель отдела машинного обучения занимаюсь соответственно машинного обучения в общем-то везде само приложение мы делаем приложение под названием чудо это такая интерактивная платформа для детей где они могут общаться могут строить нашем приложении есть аватары основная фича это персонализация этих аватаров то есть мы на входе в приложение сканируем человека делаем фотографию и делаем похожего на него мультяшного аватара дальше вторая часть это анимация персонажа соответственно мы либо по видео либо по голосу можешь анимировать персонажа соответственно это используется для общения удобного общения детей соответственно и все эти основные фичи они все опираются на компьютерную графику и на собственно машинное обучение нашем проекте используется где-то около 10 мл решений три из которых делал чисто я в остальных я участвовал конечно очень приятно когда видишь свою модель это или там модель который ты принимал участие в проде то есть у нас это не не академия поэтому у нас все что делается все идет впрод и как бы это с одной стороны более волнительно у нас с другой стороны очень приятно когда видишь реальный продукт если возвращаться на два года даже нет не два на четыре года назад только только окончил бакалавриат расскажи почему ты вообще решил пойти в магистратуру и конкретно именно на нот и выбрал кафедру тмсс я поступил в магистратуру по олимпиаде и когда пришло время выбирать кафедру я посмотрел на иса и как бы увидел что там предметы которые мне принципе частично читали в бакалавриате тома не совет было что-то новенькое еще я знал что тома сс сотрудничать с цепи и там много крутых преподавателей там в частности в мой научный руководитель юрий енович и как бы это мне понравилось ну а потом уже вот на когда я обучался я наткнулся вот случайно на ю тубе на курс стэнфорда по нейронкам и просто загорелся вот этим вот глубинным обучением потом еще на втором курсе у нас был курс по нейронкам соответственно ввел его саша панинов и собственно это мне помогло устроиться на работу а кому стоит пойти на тмсс а для кого ты бы точно не порекомендовал и кому лучше выбрать что-то другое были вот те кто у меня предподаватели минутам и сс это вот енович очень крутой чувак очень классно объясняет и много практических вещей он мне объяснил которые применил в том числе и работе и максим панов и ну вот ну то есть когда я приходил сюда я думал что это тут будут задачи только связанные с компьютерным зрением но потом оказалось что мы занялись звуком и и тут когда я увидел живую звук глазами именно картинку я конечно был диком восторге и конечно когда вспоминаешь что это тебе читали там был курс осипова по анализу сигналу телекоммуникации и как бы приятно что то есть знания которые были в универе реально пригодились тебе на работе не просто что-то терять не знаешь когда бывает история что ты приходишь на работу и тебе говорят а теперь забудьте все чему вас учили все будет по-другому у тебя так не случилось не так не случилось и как бы я применял все свои знания которые получил по нейронкам непосредственно так и неожиданно возникали задачи которые там с алгоритмами структурами данных например типа вдруг возникали или там в мотане как бы нужно там было спроецировать 3d фигуру на 2d фигуру как бы у нас как бы такая атмосфера стартапа и поэтому как бы если тебе нужно решить мне нужно было например решить задачу что у нас было недостаточно данных и мне нужно было срендерить то есть заняться просто компьютерной графикой в чистом виде и как бы пришлось разбираться как бы и несмотря на то что у нас там есть команда художников и они к ним можно было обратиться но все равно пришлось очень много в чем разбираться и иногда возникали задачи просто которые вот я думал сдал экзамен и забыл и как бы а тут в целом как ты думаешь какие для выпускника ноды конкретной кафедры тмсс есть возможности для дальнейшего построения карьеры куда можно пойти возможности сейчас очень много потому что анализ данных сейчас практически везде где-то он более интересный где-то он там более там финансово ориентированный например там ну для меня это там анализ каких-то кредитов это не очень интересно потому что ты будешь дольше доска рассказываешься такое рекуррентная нейронная сеть чем скажешь логиты и радуйтесь соответственно мне нравится вот атмосфера такого стартапа когда ты придумал какое-то безумное решение но никому не понятно как она работает но при этом как бы руководство говорит круто работает впрод как бы это конечно очень классно так пойти можно очень много куда можно в зарубежной компании устраиваться как бы у меня много друзей работают там в гугле фейсбуке как бы нет никаких ограничений поэтому в этом плане круто спасибо может быть ты хочешь дать какой-то совет первокурсникам магистратуры которые только поступили ну я бы дал такой совет типа не бойтесь искать что-то новое за пределами то есть я нашел свою специальность на ютубе как бы вы можете найти то же самое как бы и фкм просто вам поможет в том что вы нашли а то есть когда ты приходишь к преподавателю и говоришь чему вы меня хотите научить когда он тебя не хочет учить он тебя и не будет учить а когда ты приходишь что смотрите какую классную статью я нашел хочу разобраться тебе и помогут и найдут как бы другого человека который в этом специализируется и спасибо большое Олег и мы хотим пожелать удачи всем студентам